Всем привет, с вами Аурум и это очередная порция полезной инфы о будущем обновлении. Конечно же нам всем не терпится узнать, что же там будет такого, поэтому Supercell потихонечку нас кормит разными завтрашними новостями. То есть то конкретно, что будет в обновлении не сегодня, может даже не завтра и может даже не на этой неделе. Ну а о примерных сроках обновления и о моих каких-то догадках мы поговорим в конце ролика, а сейчас ближе к сути. Итак, в игру вводится Total Destruction. То есть мы все знаем, что такая отметочка, такой показатель в игре присутствует достаточно давно, но на него никто не обращал внимания, потому что это чисто символические статистические данные. Но на данный момент ничья в клэше официально отменена. То есть все, ребят, мы не увидим этой прекрасной надписи призвать, которую мы видим, когда у нас случается ничья. И теперь будет измеряться, вот как на скрине, Total Destruction. То есть вот мы видим, что было два клана. У них было, если присмотреться, участвовало у них сколько здесь? 30 на 30 они играли. И война закончилась со счетом 3 на 3. Но первый клан совершил две атаки, а второй клан совершил одну атаку. Но, судя по всему, один из кланов, то есть вот видим, что клан Stage War 2, он набрал 3 звезды с первого номера. К сожалению, нам не показывает, сколько же звезды каким образом набрал второй клан. Ну, точнее, Stage War 1. Поэтому мы делаем предположение, я могу сделать предположение, как все было, а было все следующим образом. Клан Stage War 1 снес одного соперника на 3 звезды, а второй атакой он не получил 50%, а скажем, получил, ну сколько это, 4-4-4, он получил где-то 35-40%. В сумме это и сложилось в 4-73. Именно таким макаром он и победил в войне. То есть, как считается Total Destruction, берется все базы, абсолютно все базы. И если вы сносите одну базу, то это, например, у вас КВ 10 на 10 играется, да? Одна база будет равняться 10%. То есть 100% снос одной базы, это будет 10%. Вот Total Destruction будет 10%. А если вы сносите вторую базу, сносите, например, на 30%, то и не получаете одной звезды, то это будет 3%. То есть, например, вы снесли одну базу на 3 звезды, на 100%, другую базу на 0 звезд и 30%. Суммарно вы получите где-то 13,33%. Вот именно таким образом будет считаться. Но вы знаете, у нас на КВ были те же абсолютно правила. Спасибо Supercell за то, что повзаимствовал у нас эту идею. У нас были абсолютно те же правила для ничьих. Причем ничьих было очень много. Ну, как-то даже необычно много. И особенно много, кстати, на максимум звезд. Об этом тоже мы сейчас поговорим. То мы, вот как даже говорил Миха, это Михина, естественно, идея. Таким образом решать победителя в ничье. То это была такая, ну, логическая идея, да? Но она не была идеальной. Поэтому мы у всех спрашивали их варианты. Никто варианта лучшего преподнести не мог. Ну, а нам казалось, что это, ну, не до конца это круто. Но оказывается, Supercell подумал, что это все, это идеально. Тут даже ничего добавлять не надо. Но, ребят, вот у нас на турнире были результаты 60 на 60. То есть, когда я играю 20 кланов, у нас были результаты, когда оба клана выбивали максимальное количество звезд. И тогда Total Destruction, конечно же, 100 на 100. То есть, 100% на 100%. Как будет действовать Supercell в таком случае, я даже боюсь себе представить. Но думаю, что вот мне даже интересно. Это действительно будет ничья? Либо же, опять же, по каким-то критериям будет подбираться объяснение этому всему делу? Я рекомендую Supercell повзаимствовать у нас еще одну идею. То есть, если у нас Total Destruction 100 на 100, то есть, если оба клана сделали максимальный результат, то не вопрос, чуваки, берите в помощь, что клан-победитель будет тем кланом, который первый выбил максимальный результат. Все, не вопрос, крутяк. Ну, надеюсь, Supercell прислушается. Ну, еще небольшая одна новость, что теперь, как оказывается, на самом деле, я этого не знал, теперь, оказывается, во втором и третьем Титане можно будет покупать щит. Сейчас, одну секунду, я вам точно скажу, потому что я, если честно, даже не до конца понял. Можно будет щит покупать на 7 дней. То есть, в Титане втором и третьем. Не знаю, насколько полезна эта инфа. Много из вас во втором и третьем Титане. Не уверен, что много. Поэтому, ну, вау, круто. Можно будет покупать щит. На этом, в общем-то, все. А, еще по поводу сроков. Когда же, собственно, ждать обновления? Ну, судя по статистике, Supercell обычно делает обновы во вторник, в среду. То есть, вот посреди недели. Так как у нас сегодня уже... Что у нас сегодня? Сегодня у нас уже, можно сказать, среда. Думаю, обновление будет либо вот в среду-четверг, то есть завтра-послезавтра, что маловероятно. Либо же уже на следующей неделе. Ну, хотя, я даже не знаю. Вот просто будет обидно, если это все обновление, которое выйдет. Вот если выйдет такая обновка, о которой мы знаем сейчас. То есть, это банки из черной фабрики заклинаний. Это у нас вот то, что я сказал о Титане. Новые щиты можно покупать в Титане. И отмена ничьи, то, ну, я не знаю. Ну, там забор 11 уровня. Ну, блин, ну, какая-то хрень на самом деле. Поэтому я надеюсь, еще в среду, четверг, пятницу нас покормят какими-нибудь такими плюшками, что же будет интересного в обнове. И потом случится какая-то действительно грандиозная обнова. Но не стоит также забывать, что у нас ClashCon 24, если я не ошибаюсь, октября, где планируется глобальная обнова. Поэтому не исключено, что это такая тренировочка перед самым главным событием года для Supercell. С вами был Аурум. Не забывайте подписаться на канал. Вы будете знать первыми, что же будет в обновлении.